Здравствуйте! С вами Дело Домашний и я, Ксения Солтрукович. Вот что мы покажем в этом выпуске. Фаворит любой гостиной. Мягкий, удобный, вместительный. Все о диванах и особенностях индивидуального исполнения. Подъем вверх по отвесной стене. Любимое увлечение экстремалов. К чему нужно быть готовым новичкам-скалолазам. Букет из полевых цветов. Секреты, технологии сборки. Наш постоянный проект «Большие и красивые». А прямо сейчас я приглашаю вас в семейный клуб узнать, что привлекает туда детей и взрослых. Семейный клуб – это место, где интересно и детям, и взрослым. Где можно отдохнуть, заняться спортом и даже научиться чему-то новому. Если такие в нашем городе, конечно, есть. Здесь все сделано для детей. Это различные занятия. Это лего, это огромное количество игрушек. Это вот их расписывают, разрисовывают. Постоянно какие-то шоу с шарами. Но дети очень довольны. И проблема обычно в том, что мы не можем отсюда уйти. Здесь царствует стихия воды. Отдельные ванны для грудничков, бассейн для дошколят, роскошный зал для родителей и ребят постарше. Но прежде чем зайти в бассейн – увлекательная гимнастика. Веселая игра и параллельно тренировка мышц. Дети занимаются с огромным удовольствием. Большой бассейн – вотчина взрослых. Для мам – акваэробика. Для детей – полноценная тренировка. Под руководством инструктора они осваивают различные стили плавания. Вода неоспоримо оказывает оздоровительный эффект. Она релаксирует, укрепляет, закаливает. А чтобы усилить воздействие, в помощь – целый арсенал спа-услуг. Традиционная русская баня со сборами лечебных трав и дубовыми вениками. Профессиональный парильщик знает в своем деле толк. Захотелось экзотики – пожалуйста. Мыльный массаж очищает кожу, выводит токсины, омолаживает организм. Удовольствие – одно из приятных. А после – окунуться в негу и забыть обо всем. Такие минуты просто необходимы, чтобы набраться сил, отдохнуть и почувствовать себя заново родившимся. Тем временем у малышей закончилась тренировка. Начинается самое интересное. Это да, настоящее бурление без кипячения. Можно этот пар, этот дымочек, ручкой потрогать. Но нужно сделать шаг назад, набрать в ладошку, положить в карман и показать друзьям потом. Химическая лаборатория не только на сцене, но и за барной стойкой. Тут же можно освоить уроки рукоделия. У нас сегодня мастер-класс по русской традиционной кукле крупиничка. То есть куколка на достаток. Сегодня мы достаток в дом для каждого делаем. Увлечены процессом и самые маленькие. Отрезай вот это вот так, отрезай вот здесь. Для малышей занимательное лего, первоклассный грим и масса других увлекательных занятий. В семейном клубе праздник каждый день. Об этом знает каждый. Обустройство дома – это всегда приятные хлопоты, особенно на этапе завершения ремонта, когда все грязные работы уже завершены, и пора вносить мягкую мебель. Диваны – неотъемлемая часть дизайна интерьера. Индивидуальность приветствуется во всем, тем более в выборе мебели. Кухни под заказ давно вошли в привычку. С мягкой мебелью дела обстоят несколько иначе. Чаще всего, выбирая новый диван, отталкиваются от представленных на выставке образцов, которые имеют определенный размер, механизм раскладки и внутреннее наполнение. На выставке можно оценить экстерьер, удобство, проверить диван в действии. И если модель запала в душу, забрать выставочный образец или ждать нового. Совсем другая история. Если вы захотите заказать мебель по индивидуальному эскизу, советую отправляться сразу на фабрику. Все чаще и чаще к нам приходят покупатели со своими дизайн-проектами, с желанием, чтобы мы разработали мебель по индивидуальному заказу. На крупных производствах мягкой мебели созданы целые технические отделы, которые занимаются созданием и разработкой новых моделей. Профессиональные конструкторы и технологи корпят над чертежами и высчитывают каждый сантиметр. Ведь эскизы рисуют дизайнеры. Люди творческие, зачастую далекие от технологического процесса, создают же мебель практики. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть все нюансы, чтобы результат оправдал ожидания. Один из примеров изготовления индивидуальных заказов – это вот диван Манхэттен. Создавался он очень длительно по времени, потому что тоже заказчик был с определенными требованиями. Мы по его проекту сначала сделали секцию одну, без ткани. Он пришел, опробовал, посмотрел, посидел. Какие-то нюансы мы изменили. То есть по жесткости, по плотности он все это попробовал. Потом мы эту отдельную секцию уже упаковали в чехол. Он посмотрел, как будут выглядеть детали кроя, где какие строчки. Мы все это с ним оговорили. И потом уже, уже третьим этапом, мы создали целиком вот эту вот модельку, которая нам очень понравилась. И мы оставили ее себе в производстве. Первый экземпляр благополучно отправился в апартаменты к заказчику. Его сразу облюбовал хозяйский кот. Мягкий, комфортный, размером на полквартиры. Оптимально разделил пространство на зоны и вписался в общую дизайнерскую концепцию. В процессе изготовления этого дивана нам даже пришлось сотрудничать с корпусниками, которые изготавливали кухню для этого заказчика. Потому что у него кухня была такой же неопределенной формы. В результате стопроцентное попадание не только с точки зрения визуализации, но и по собственным ощущениям комфорта. Это как раз тот случай, когда диван становится местом притяжения всей семьи. В этом, во-первых, диване особенная форма его. У него существует две атаманки таких неопределенных форм. Вот одна, вот вторая. У него нет спального места, поэтому у нас были возможности создать комфортный очень диван. Требование было у заказчика, чтобы я туда сел и не захотел вставать. Внутреннее наполнение, независимый пружинный блок и подушки с синтетическим пухом. Диван модульный, поэтому легко может трансформироваться. Как увеличится, так и уменьшится в размере. Такая модель не только отлично впишется в современный интерьер, но и традиционный. Достаточно лишь заменить обивку. Данную модельку можно сделать не только в европейском стиле, но и в классическом варианте, используя на подушке вот такую ткань с вензелями. Подбираем индивидуально каждому дивану. Например, вот в этом диване все сидушки и подушки, съемные чехлы. То есть, чтобы была возможность у клиента отдать их химчистку, как-то почистить уже в процессе эксплуатации. Выбирая новый диван, можно, конечно, ограничиться представленными на выставке вариантами. Тем более, что модельный ряд на крупных фабриках обновляется с завидным постоянством. Но если захочется чего-то особенного, чтобы не как у всех, то можно просто принести картинку. И по мановению волшебной палочки все обязательно исполнится. Уютный диван для любого интерьера. От фабрики диванов «Бора» на Маховой 7. Выбери свой диван. Проводить время активно, с интересом и пользой лучше, чем весь день сидеть в социальных сетях. Тем более, что сейчас масса направлений активного отдыха, которые помогут привести организм в тонусы и вплеснуть в кровь адреналин. Сегодня мы будем говорить о скалолазании. Но не в искусственно созданных условиях, а в живой среде. Лето – самое время покорить одну из уральских вершин. Уставшие от городского шума любители экстрима отправляются в горы. На Урале масса подходящих мест. Даже из города выезжать не надо. Вот вам, пожалуйста, изумрудный карьер – любимое место альпинистов разного уровня подготовки. Но если вы новичок, преодолеть вершину самостоятельно не пытайтесь. Опасно для жизни? Лучше отправиться на скалодром. Это идеальное место проверки своих сил. Здесь вас обучат основам, расскажут о технике безопасности и правилах поведения в горах. Разъяснят, как обращаться со снаряжением и предложат подходящий маршрут. Антон Абрамейцев – руководитель школы экстремальных видов спорта, турист со стажем. Скалолазанием увлекается с 14 лет. За его плечами подъем на Эльбрус, Арабику, Кавказские горы. Альпинизм сравнивает с игрой в шахматы. Кроме тела и духа, нужно тренировать ум и продумывать каждое свое действие. Во всех экстремальных видах спорта нужно думать на несколько шагов вперед, иначе ты не доживешь до этих шагов. Конечно, ты планируешь, ты отрабатываешь технику, готовишься, рассчитываешь на лучшее, готовишься к худшему. Для этого и нужны тренировки. То есть здесь мы получаем как бы объяснить базу на уровне моторики, наверное, как использовать те или иные хваты, зацепы, как переносить центр тяжести. А в реальной практике мы это применяем. Требования к физической форме альпиниста серьезные. Между восхождениями, тренировка пальцев, силовые упражнения, отжимания и подтягивания. На скалодроме отработка техники передвижения, быстрого определения точек страховки и опоры. Для опытных спортсменов альпинизм далеко не развлечение. Они готовы лазать и в зной, и в стужу. Сбивать костяшки, ломать ногти, тащить на себе довольно тяжелое оборудование. Лишь бы преодолеть еще один горный рельеф. Это скорее стиль жизни. И они его ни за что не захотят поменять. Чем дальше, тем больше. Есть обвязки беседочные, скальная обувь называется скальники. Карабины, магнезия, каски, да куча всего нужна. Само собой, все специализированное, все подгоняется конкретно под человека. Тут все оборудование личное, точное и очень надежное. Ирина Кузякина готова приезжать на изумрудный карьер хоть каждый день. Она уже опытный боец. В ближайшее время планирует отправиться на Эльбрус. Поэтому тренировка в естественных условиях ей просто необходима. Здесь все по-настоящему. Рядом партнер, который поможет, а в случае необходимости подстрахует. Сегодня ей досталась роль первопроходца. Она прокладывает маршрут, Антон следует за ней. Начать заниматься альпинизмом несложно, уверяют ребята. Нужно просто лазать. Ну, а чтобы добиться успехов, придется делать это систематически. На вопрос, что больше всего помогает, они хором отвечают просто упорством. Лето – мое любимое время года. И даже такое, не очень солнечное и зачастую дождливое. Зато сколько вокруг цветов и разнотравий, какие ароматы. Все выходные я провожу на даче. Забываю обо всем. Последний день обязательно сорву букетик полевых цветов. И всю неделю любуюсь. Цветы окутывают благоухающим ароматом и создают настроение. Их не только приятно получать, но и украшать свой дом. Декораторы советуют использовать в интерьере, чтобы привлечь внимание к той или иной зоне. В летний период прекрасной альтернативой голландским розам и орхидеям станут полевые цветы. Покажу, как можно сделать из полевых травм красивый большой букет. Компанола – колокольчики садовые. Вероника – синенькие цветочки. Ромашка полевая. Ирисы. Мало-чай или буплером по-научному. Цветы амми. И полевые злаки. Задействуем иван-чай. И ландышевый зелень ландыши. Букет у нас будет в свободном стиле, без какой-либо строгой выдержанной формы. Прям обычная полевая охапка. Михаил Суханов начинает собирать букет цветов амми, а далее по наитию души. Цветы, выросшие в естественных условиях, не отличаются большими размерами. Чаще состоят из мелких, но достаточно ярких соцветий. Техника сборки классическая, по спирали. Все стебли выкладываются по кругу в одном направлении. В результате букет получается объемным. Также обратите внимание на разнообразие цветов. Используем все, что растет на лугу. Чем пестрее получится букет, тем большее впечатление он произведет. Ну вот букет наш. Думаю, вполне удался. Вполне себе такой симпатичный. Еще раз проверяем, чтобы ниже связки не было никакой листвы. Теперь возьмем секатор и ровненько подрежем все концы. Обратите внимание, если букет был собран правилно по спирали, то он после того, как вы его поставите на стол без вазы, он будет стоять. Чтобы завернуть нам такой букет в красивую упаковку, нам понадобится два отреза бумаги квадратной формы размером примерно 50 на 50 сантиметров. Далее мы складываем вместе два квадрата один на другой и прорезаем посередине до середины. Делаем такие надрезы. То есть в этом месте у нас будет связка. Бумагой другого цвета оформляем нижнюю часть и перевязываем бечевкой. Ну вот, в принципе, наш финальный вариант подарочной упаковки к букету готов. Такой вот он у нас получился. Красивый, рыхлый, необычный. Главная героиня проекта «Большие и красивые», особо молодая и очень симпатичная. Но почему-то она загнала себя в рамки и не решается из них выйти. Мы будем ломать стереотипы, менять внешность и подбирать новый гардероб. Генеральный партнер проекта «Большие и красивые» – сеть магазинов «Большая мода». Анна Макарова работает администратором в салоне красоты и каждый день наблюдает, как мастера меняют внешность своих клиентов. А вот на перемены в собственном образе не решается. Ты, коллеги, не торопятся с советами и предложениями. Поэтому за преображение Анны берутся стилисты проекта «Большие и красивые». Не совершаю эксперименты. Это очень важное, это обдуманное решение. То есть я думала идти или не идти. Все равно как-то комфортно мне будет, некомфортно. Все равно это же очень большое, чтобы на телевидении показаться. Я первый раз, я очень нервничаю, и, наверное, это видно. Поэтому я очень хочу попробовать. Любовь к комфорту отражается и во внешнем виде. Анна предпочитает удобную одежду. Я не ношу там обтягивающие юбки, понятное платье, не ношу каблуки. Я хочу, чтобы мне было удобно, комфортно передвигаться, чтобы это все было мобильно и быстро. То есть я жду от проекта, что какие-то цвета, яркость добавить в свой гардероб. Потому что всегда как-то обычно темные цвета присутствуют в моей гамме. Это черный, серый, темно-синий. Как-то такого, что желтое, оранжевое я одеваю, у меня этого нет. Чуть больше свободы героиня позволяет себе в отношении прически. С волосами я экспериментирую. Я была своего настоящего цвета. Мы покрасились буквально как полгода я блондинка. То есть цвет, в принципе, не без разницы, какой у меня будет. Светленькая я буду, темленькая. С этим у меня проблем нет. Вот с длиной мне очень будет жалко, если мне ее подстригут. Как-то там, не знаю, супер-упер укорочено. А макияж тоже. Это и дневной, и вечерний. Я по профессии дизайнер, стилист, визажист. Поэтому с макияжем я экспериментирую очень часто. И здесь тоже проблем нет. Сейчас Анне захотелось глобальных перемен. В первую очередь внешних. Я никогда сильно худенькая не была, это честно. То есть я никогда не была там в стандартов модели. Всегда как-то было. Но с тех пор, как мы начали путешествовать, я со своим молодым человеком, мы прожили полгода в Сочах, потом мы жили полгода в Когалыме, это Кантамасийский автономный округ. То есть я не знаю, или климат, или что. То есть я набрала очень достаточное количество веса. Я хочу похудеть, естественно, как, наверное, все. Я хочу изменить себя. Я хочу увидеть себя с другой стороны. И вот это, наверное, большой толчок к этому. Участие в проекте девушка пока хранит в секрете. Я не сказала никому ничего. Это просто тайна для всех. Не знает никто ни на работе, ни дома. Это просто будет для всех такой небольшой сюрприз. Я хочу, чтобы они увидели меня в новом образе. Новые фотографии, фотосет. Все это как-то вот что-то новое, что-то интересное. Все равно же это... Вот смотришь разные передачи, там, модный приговор, еще что-то. До и после. Просто вообще не узнать человека. Может быть, со мной будет так же. Пора главной героине отправиться на встречу с Тамарой Петрюк. И, возможно, пересмотреть свои взгляды на привычный стиль одежды. Хотя Анна поклонница темных тонов, в магазине ее потянуло на светлую сторону силы. Посмотрим, хватит ли героине смелости не только рассматривать одежду, но и примерить на себя. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы откликнулись на мое приглашение. Сразу хочу сказать о том, что это довольно редкий случай, когда я была сама инициатором и пригласила героиню к нам в программу. Ну, давай все изменим, давай все сделаем по-другому. Другое платье, другая одежда, другая прическа. Давайте. Имидж должен соответствовать месту работы. Поэтому в сегодняшнем эксперименте Тамара Петрюк сделала акцент на деловые луки, немного похулиганив. Все-таки Анна работает в сфере красоты. Конечно, я взяла очень комфортные джинсы в основу, строгой формы классическую рубашку. Ну, что, все-таки работа. Но мы ее украсим с тобой, мы добавим праздника. Офисную строгость разрушит жакет в спортивном стиле. Яркий цвет и модный во все времена горох делают образ актуальным, свежим и молодежным. Анна, вот я смотрю на тебя, а похвалить хочу себя. Какая я молодец. Мне так нравится то, что мы сегодня с тобой сделали. Ты совершенно поменялась. Но это на мое как бы субъективное мнение. Как ты в этом себя чувствуешь? Мне нравится, мне комфортно в этом, очень удобно. Как поклонница комфорта героиня наверняка оценит следующий сет. А-образный силуэт, очень легкая расцветка, такого летнего чистого неба. Для того, чтобы у этого сарафана появился деловой характер, чуть-чуть, я добавляю рубашку. Вненая ткань то, что нужно летом в жарком офисе. В ней будет на 100% комфортно. Так что Ане не придется делать вымученную улыбку. Ее хорошее настроение будет настоящим. Скажи, пожалуйста, такой образ для тебя тоже непривычный? У-у-у, вообще нет. Здорово. Здорово. Значит, мы свою задачу по поводу слома твоих стереотипов прям выполняем на ура. Следующий комплект для Аны в летнем морском настроении. В основе комплекта топ с этими замечательными маленькими дельфинчиками. Их здесь так много, они создают такой красивый принт. Выглядит это как такая морская рябь на блузе. Вертикальная линия здесь существует. Это действующая такая планка с пуговицами. Брюки также в морской стилистике. Просто посмотрел на такие брюки и в отпуск. Сразу хочу в отпуск. Легкий льняной кардиган сдержанного тона делает лук пригодным не только для отдыха, но и для более требовательных случаев. Четвертый комплект тоже содержит в себе нотки морской темы. Основа образа топ в полоску. В качестве жакета я предлагаю бомбер в природном цвете льна. И изюминкой комплекта являются вот эти джинсы. На первый взгляд очень простые, вываренные джинсы жемчужного цвета, но у них очень интересный акцент. Это лампасы, это очень модно. То есть это будет говорить о том, что эта молодая женщина знает тенденции моды. Кроме того, что это модно, это еще и очень выгодно вытягивает длину ноги. Не точку, а восклицательный знак поставит заключительный образ. Минималистичный брючный костюм, который идеально подойдет для торжественных случаев. Красный цвет в этом смысле он универсальный. Он яркий, он броский, он праздничный. И если еще в этом цвете хорошо сидящий брючный костюм, ну это же вообще находка. Поэтому вот такой финал я предлагаю для Анны. Такой вот красивый красный брючный комплект. Блузы Аверсайз к ней зауженные брюки в тон. Они мягко облегают, а не обтягивают фигуру, тем самым зрительно вытягивая ее. Мы завершили с тобой примерки. Спасибо вам большое за ваше гостеприимство. Я была очень рада побывать в вашем салоне. Взаимно. А я была очень рада побывать в вашем салоне благодаря тебе. Ты умница и красавица. Ну все, до свидания. До свидания. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Пока-пока. Вытаскивать Анну из ей уже придуманных рамок берется стилист Наталья Тюнина. Больше всего героиня переживала, что получит темный цвет волос и очень короткую стрижку. Если с первым вопросом все решилось благополучно, цвет волос Анны не стал теннее, просто получил глубину, то со стрижкой возникли трудности. К сожалению, то качество волос, с которым мы с тобой сталкиваемся, не оставляет нам никакого желания их оставлять. И я очень рада, что ты все-таки обдумала и решила, что их нужно состричь. В этом случае Наталье придется провести практически ювелирную работу, убрать поврежденную длину, при этом оставить ее достаточной для того, чтобы волосы сохранили послушность. Так, ну что, Анютка, мы с тобой закончили стрижку. Еще без укладки, но, по-моему, уже круто, да? Да. Мы, несмотря на то, что с тобой уже готовили окрашивание, подсветляли корневую зону, но так как мы с тобой изменили концепцию, сделали стрижку, мы сейчас все-таки с тобой сделаем еще частичное окрашивание и закрасим внутреннюю часть, сделаем чуть потемнее, потому что здесь из-за стрижки такая некая цветовая небрежность появилась. А мне бы хотелось дать глубину. Мы сделаем под родной цвет корней затылок и внутреннюю часть висков, вот прямо здесь. Что нам это даст? Ты визажист, ты знаешь, это лучше меня, может быть, даже или, да, вместе знаем это, что там, где мы затемняем, мы визуально это прячем, там, где мы высветляем, мы это открываем. И за счет того, что мы с тобой слегка внутри затемним височно-боковые зоны, мы опять же вытянем с тобой силуэт, да, и уберем вот здесь вот в визуальный объем. А так у нас сейчас с тобой получается здесь светло и дает этот объем, а нам его не надо. После окрашивания приступаем к укладке. Анна – счастливая обладательница стрижки, которой не нужны сложные манипуляции. Достаточно просто высушить волосы по всей форме головы. Самое главное, чтобы вот в затылок, да, здесь все это было небрежно, а челку, как ты видела, будет классно. Она и направо лежать, да, и налево она будет хорошо лежать. Крутая стрижка. Я очень рада, что тебе нравится. Я думаю, что она больше всего еще тебе понравится в процессе уже, собственно, эксплуатации, да, этой стрижки. Следующий этап – макияж. Анечка, ну вот мне очень интересно. У тебя такой эксперимент, да, такое приключение, ну, насколько я знаю, ты визажист, администратор салона красоты, то есть, ну, по сути, да, ты в той самой кухне, только немножко с другой стороны. Как ты себя чувствуешь? Ой, очень хорошо. Отдыхаешь просто, вообще здорово. Легкий макияж с правильно расставленными акцентами готов. Пришло время его оценить и как участница проекта, и как визажисту. Вау! Очень здорово! Ну что, как себя чувствуешь в роли клиента? Очень здорово! И почаще бы в роли клиента быть, конечно. Прям чумовая стрижка мне очень нравится, она прям моя. Все отлично! И макияж просто обалденный, вот такой. Ну, мне... Смоки. Да, мне не захотелось, я не хотела делать ничего сложного, именно такую дымку вокруг глаза сделать, потому что, ну, я надеюсь, ты оцениваешь, какой красоты у тебя цвета глаза, и вообще, да, какая ты красивая. Да, очень, очень здорово! Поэтому хотелось именно немножко затемнить, для того, чтобы глаза сделать еще более полупрозрачными, яркими. Кажется, непреклонная Анна все же приняла изменения. Чтобы окончательно прочувствовать новый образ, героиня отправляется на фотосессию. Раскрыть себя ей поможет фотограф Илья Бархатов. С новой стрижкой и макияжем даже непривычные наряды становятся ближе и понятнее. Анна охотно улыбается, позируя перед объективом фотоаппарата. Прям новый какой-то образ. Я никогда не видела себя с такой стороны. Всегда вечно черная гамма. Тут я вообще другая, летняя, весенняя, не знаю. Мне очень понравилось, что макияж, прическа, новый гардероб, совершенно другой стиль, в котором я никогда не была. Что-то для себя новое. Стилистам вновь удалось разрушить сложившиеся представления о героине проекта «Большие и красивые» о собственном стиле. Не обязательно помещать себя в какие-то рамки, только темная одежда, только балахонистый силуэт. Нет, всегда нужно экспериментировать и искать лучшее сочетание форм и цветов. Женственная, деловая, соблазнительная, креативная. Ты такая разная и всегда очаровательна с большой модой. Большая мода. Цвилинга 37 и 40 лет победы 15. Благодарим за сотрудничество. Студию красоты Натальи Тюниной и фотостудию Клары Цеткин. Если вы хотите стать героем проекта «Большие и красивые», заходите на сайт bigmoda74.ru Оставляйте свою заявку и будьте готовы, что вам позвонят. А у меня на сегодня это все. С вами была Ксения Солтрукович и программа «Дела домашние». Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»